приветствую вас дорогие друзья дорогие зрители и подписчики моего канала за микрофоном как обычно антон и я продолжаю проходить дополнение для игры outlast которая называется whistleblower в общем то сейчас задача моя это добраться до радио в тюрьме я нашел ключ от наручников собственно говоря открыл дверь познакомиться с местным поваром скажем так который любит готовить человечину и в общем то топаем вперед глупенький наш сиси админ в эйлон парк стучал на своих работодателей на корпорацию мерков журналисту главному герою основной игры и его спалили и самого записали в пациенты что неудивительно заходим друзья мои в крематорий давайте ребят уезжайте так а здесь уже все готово здесь порожняком поставили короче прогреваться видимо как я могу предположить но тут то мы не пройдем конечно же да 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 перевод кстати говоря не очень хороший вот сейчас был как перевели как готовь лучше было бы готовься типа готовься к новой встрече со мной и одновременно готовься в смысле кулинарном смысле то есть приготавливайся вот это вот это была бы шутка кстати хорошая так ну пока я тут трендил я разобрал уже идите как тут темно просто хоть глаз выкали так ну шкафчики есть прятаться если что есть куда теперь хоть хорошая поддувала есть в этом мангале намек понятен куда нам надо будет идти на все таки сюда схожу тут видимо какой-то церковный приход и записочка документ документ бог и семья выдержкой записи доктора брюса ньюхауса штат мэриленд и был работником лечебницы маунт массив с 58 по 65 год отец кларк не стану лгать священному служителю но позвольте мне по крайней мере сказать что я сделаю все возможное чтобы повысить безопасность рабочих условий а я и остальные сотрудники по достоинству ценят все что вы делаете для наших пациентов если вы почувствуете что от кого-то исходит угроза просто дайте нам знать и мы либо повысим фармакологические ограничения активности либо назначим лоботомию или какую-нибудь похожую смирительную процедуру не стоит недооценивать вклад наших проповедей для наших пациентов особенно учитывая глубину и неизбежную хаотичную природу гипнотерапии нашим пациентам нужна опора в виде бога и семьи не все из наших несчастных имеют семьи на не на которых они могут положиться так что этот груз и призвание ложится на вас и вы мы все полагаем что на вашу веру и тяжелый труд мы полагаемся мы все полагаемся на вашу веру не проверен доктор ньюхас что отмерил он 20 мая 61 года д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д- на хованского похож я даже сказал стоит аон и есть так фу блин я уже обострался думал что у меня тормозит это лампа просто это просто лампа была Ну, этот рупешник явно намекает, что нужно сюда спускаться. Явно. А еще вот сюда. Ну. Или вот отсюда. Честно, понятно. Как тут заботливо расставили ящики. Это приятно. Давай, 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 Вейлон, давай. Челикса сбросили. Предполагаю, что вот прямо оттуда. Надо критикать. Этот звук явно предвестит чего-то нехорошего. так авто сейф прошел значит скоро появится либо этот говноед с пилой либо либо но я ставлю все-таки на говноеда с пилой где-то эта мразь поблизости так а вот куда тут отступать я вообще ума не приложу если честно вот в случае чего вот куда мне сдристывать так чтобы он меня не достал давайте вот предположим вот просто пораскинем мозгами ну пораскинем я имею ввиду фигурально а не так как тот челик в микроволновке что дверь открылась так батареечка стремительно садится ну темно как не буду говорить где чтобы никого не провоцировать а то мы знаем бля здрасте а я ждал вас эта дверь закрыта или сейчас по хребту да слушайте ну давайте тогда пойдем отсюда ради разнообразия сюда же можно было пойти а я почему-то пошел направо там было просто светлее здрасте так и все-таки мне кажется что я изначально пошел правильно не зря не зря тут этот хрен ходил и скорее всего эта дверь ведет куда-то вот этот проход да он он уйдет куда-то я бегу-бегу а добежать не могу прыжочек вайлан прыжочек и в проходе умничка умничка красавчик все фух перерывчик но надолго ли не уверен сейф прошел не просто так я вас помню закрой 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 хотел я закрыть дышком видимо не очень это получится сделать заметочки да различные эффекты лиза или тот кто найдет это знайте что в мерках создают монстров я больше не видел прежних пациентов после сеанса этой немецкой так называемой терапии морфогенетическое кондиционирование намного хуже что чем я мог себе это представить может они все еще оставались людьми но что-то из них вырвали и напичкали много чего-то другого не все были убийцами они были больны но не были убийцами мерков сделал из них монстров доктор розет сказала что кондиционирование имело различные эффекты результаты были слишком непредсказуемы чтобы делать какие-либо прогнозы я принял принимал бесконечные рассказы рауля как пустую болтовню за чашкой кофе нужно было слушать его да нужно было слушать так ну блин я больше от звука испугался если честно выключить газ знать бы как брат ну я тебе уже вряд ли помогу блин какие мне задания накидывают изначально я шел к рации чтобы как-то связаться вызвать подмогу а в итоге сейчас я уже посторонним совершенно людям помогаю малоизвестны экологические аспекты человечества выписка из 1957 и комментарий по поводу IG доклад операции TSD влияние на человеческое поведение потенциальное применение психогенных препаратов в операциях политического характера широко известно хотя это не было изучено так тщательно как можно было бы этого ожидать отдел по химическим исследованиям включает это в качестве цели своей программы чтобы быть готовым к оказанию поддержки или сделать возможным осуществление таких операций методы достижения успеха без химического вмешательства в политических операциях тоже включены в программу на заметку вышеупомянутая выписка МК Ультра адресована делу технической службы для составления бюджета и авторизации продолжения исследований изучения доктора Рудольфа Верники секция 14866 и проекта Валеридер вскрытие извлеченных объектов исследования показывает химический состав тела металлические бластомы свидетельство подкожного окисления который указывает на тяжелую психохимическую дозировку смотрите примечания 6 сентября 1937 года Берлин МК Ультра хмм нова 6 хмм так опять там какой-то тулов объяснуется а мне бы знаете чё ребят батареечка не помешала я ту не взял когда за мной этот хрен гнался здрасте здрасте знаете друзья очень хочется иногда сделать так же когда я получаю комментарии про то что я толика не спас про то что не забрал куртку на крыше в деревне новичков до сих пор в 2020 году про то про то что мне стоит остаться на болотах в чистом небе опять таки в 2020 году ну ну знаете вот прям иллюстративно е 237 опять таки о спасибо благодарю темно опять таки как в в одном месте там еще что-то блещет стрящная дверь открывается ну опять таки вот вот хер знает куда мне сейчас бежать причем так чтобы не отгрести ну то есть где сейв зона находится да иди ты твою мать открой ты дверь получается самое время поменять кнопочки возле каждого спального места я так на всякий случай чекаю прохожу мало ли а тут уже сразу открыто и не просто так я уверен это вентиляция да но как выяснилось просто так она просто в соседнюю комнату ведет мне скорее всего туда да но надо если что просмотреть пути отступления вот к этому челексу а он в эту дверь бьется башкой я понял так а что прям сразу так бля дядь ну ты молодец дайте твою мать ну меня конечно дядя ты оформил вовремя я даже пикнуть не успел надо короче его замансовать в какой-то момент так он осматривает кровати поэтому я побегу а он меня даже не заметил этот придурок меня даже не заметил а нет уже заметил судя по звукам поэтому надо бы искать какие-то нычки надо бы прятаться дядь уходи уходи вот правильно вот вот иди так он зашел в эту дверь бляха муха значит мы не в нее ого нихера ли легкоатлет четко он перемахнул конечно через это всю штуку нет это простая вентиляция здесь ничего нет тогда вероятно надо сюда и нет тоже не сюда тогда вот сюда залазь да да нам сюда можно твою мать бляха муха все а я в домике соси бибу так ну по итогу то бибу сосу я потому что я так до сих пор не добрался до нужного мне места а этот хрен все еще рядом все еще поблизости сука ребят батареечку христа ради дайте по о как свет падает четко четко я боюсь что за каждой дверью будет какая-нибудь мразь сидеть страшная с ножом поэтому и так аккуратненько открываю бля что это за звук вот от греха давай 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 я бы еще тумбочку какую-нибудь сюда под ручку подставил и потому что хер знает вот хер знает так ну как минимум документы уже не зря сюда пришел психиатрические исследования мерков проект валеридер лечебница маунт мессив делала номер 209 пациент франк антонио манера дата консультирования 2012 год первичное обращение 2010 возраст 36 пол мужской лечащий врач карл хьюстон не проверено состояние активность двигателя морфогенетического кондиционирования минимально и только на самых высоких уровнях гормональной терапии пятая и шестая стадии в состоянии сна неоднократно возвращается к изображениям изоляции предательством нулевое состояние сознания симптомы тяжелые бронхиальные образования характерно для пациентов с историей употребления табака и марихуаны исключительно низкая активность в состоянии медленного сна заметки во время первого интервью фрэнк весил 68 килограмм при поступлении его вес был 103 килограмма он был апатичным и почти совершенно не реагирующим ни на что проявляя интерес только во время сценария девятого паттерна гипнотерапии верники касательно распития крови с груди спящих мужчин хера себе он продолжает оказываться отказываться мыться от услуг парикмахера заявляя если я не могу принимать участие то и не могу делиться рекомендовать принудительное питание для министра манера если мы не сможем найти что-нибудь что он любит есть психиатрические исследования мерков проектов лидер лечебница маунтмассив короче вот этот хрен с пилой это и есть манера это он и есть кузел блин я думаю это мусорное ведро стоит едить брат давай мы будем как-то как-то скооперируемся ёлы-палы я компы работают до сих пор ох так а здесь я не смогу пройти да траванет нет не траванула что это за звуки такие епта подозрительная понимаю вэллен понимаю страшно тебя понимаю но надо за всю хурму держаться текстурки конечно восемьдесят девятый год так ну пути отступления есть это хорошо если что можно будет в шкаф шкафчике спрятать здоровому день блядь а тут же двери то нету быстрее 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 я почему-то потому что там стеклянная дверь я думала выдела сейчас я покривляюсь язык покажу а двери то там нету ёпта но если дверь будет сейчас открывать то надо будет бежать резко прям стартовать вот скоростным бегом просто рысью готово рядом рядом идет рядышком я уже чувствую ваниздру исходящую от тела ой короче давай будем устраивать мансы бляха муха а батарейка так кончил да беги ты да твою мать ну все это гг но он не лезет он не прыгает через эту саную грёбаную кровать сука ой какой баран не на самом деле баран то главный герой не баран он нормальный человек это мудаки разработчики не смогли нормальный движок на рулить невозможно не прыгнуть не пригнуться ничего нельзя говнище здрасте ну дастом и ждали теперь понятно что меня тогда напугало так ну тут уже ничего так туда никак вот здесь вот он был по крайней мере насколько я помню главное его себе в спину не запустить бобля вот оно наше спасение это как фар край вижу веревочки какого-нибудь необычного цвета свисающие значит туда можно запрыгнуть так и здесь торчит какая-то фанерка какая-то досочка значит туда можно спуститься вот вот за батарейку дай бог здоровья вот так сразу отрезаем я бы еще вот закрыл вот это вот говно ну давайте от ворот по ворот утечка газа получили достижения как-то игра нехорошо подлагивает падает до 20 фпс забавно так закрыто но если я блин у меня что-то ждут уже давайте будем по честному вот он прям стоит уже слышал по-любому вот это так нет оттуда я пришел значит мне явно сюда явно судя по тому что здесь единственная дверь куда можно пройти я иду правильно и вообще такой мистер логика 2020 да угу так секундочку а не отсюда ли я пришел вот я отсюда пришел но теперь мне надо вот сюда потому что эта дверь ранее была закрыта все правильно все правильно я умный я логичный вот за батареечку спасибо тебе мистер охранник я боюсь на этого выродка напороться сука что он сейчас из какой-нибудь двери вырулит резко неожиданно будет плохо нам очень да ну вот там вот я сбоку проходил быстрый сейв какой резкий и неожиданный сейчас только что был прогрузка просто великолепная была только что спускаемся по лестницам выходим выходим на воздух ну как на воздух херовый движок мы выходим но хотя бы за это спасибо кругом туман поэтому кстати говоря в первой части это всегда либо ночь либо дождь либо вот как сейчас туман а во второй во второй части опять-таки я не проходил но насколько я знаю так я там что-то видел какую-то херобазу я видел там во второй это всегда ночь там ночь горы соответственно тоже нет места чтобы нет возможности больших пространств отрисовки поэтому все так аккуратненько сейчас какая-то херь произойдет да тут он у меня прыгнет тут какие-то следы кровавые явно не в кетчупе парень измазался золотая цепь на дубе том и днем и ночью мистер бля что это было я споткнулся или что что вот что это было сейчас так ну тут балтимор явно нам сюда ну явно где-то идет вечеринка меня не позвали вот вот мясо готовят все правильно о да в кетчупе измазался молодец давай давай Вейла давай заходим тут барбекю а нас не пригласили какое хоть задание у меня теперь добраться до радио в тюрьме явно же мне не поможет явно же мне не поможет камера в тумане но эти ребята веселые с дубинками куда-то убежали а этот фанель меня как путеводная звезда наставляет куда мне надо идти закрыто конечно абсолютно а зачем он поменял батарейку а хер его знает я ничего не нажимал клянусь клянусь тут конечно это как в мафии работает в первой типа если не все патроны отстрелил ты выкидываешь полный магазин ну то есть весь магазин все что там осталось братик а ты сильно прям хочешь ко мне да а я к тебе не хочу мало ли что ты за хрен а вообще зачем мне сюда вот я же с какой-то целью сюда зашел а вот с какой неизвестно да так ну если цель не прямо не снизу значит она где-то наверху значит где-то какая-то лестница есть какой-то подъемчик но об этом друзья наверное узнаем уже в следующей серии я так думаю на этом мы подзакончим тем более недавно был сейф автосохранение в общем друзья мои спасибо вам большое за просмотр это кстати тюремный блок перед нами так что здесь будут заключенные спасибо вам большое за просмотр с вами был Антон не забывайте подписываться на канал ставьте лайки комментируйте вступайте в группу вконтакте читайте в твиттере играйте в хорошие игры всем удачи всем пока Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин